Приветствую, друзья! Михаил Зайцев, мой друг и почётный участник нашей школы Человек Будущего Homo Futurus, предложил мне, он говорит, так вы скажите, что чем больше ваши последователи помогают людям вашими приёмами, тем они сами себе больше помогают и у них больше растёт и уверенность в себе, потому что они получают комплименты, как вы сами писали, что волшебное зеркало у вас, так и людям будет больше пользы. Спасибо, Михаил, это очень правильно. Но я хочу сказать нюанс. Вот в учебнике для 10-11 классов физической культуры, там наш метод саморегуляции ключ. И приёмы эти предлагать можно всем людям, друг другу, но не весь метод, а только эти приёмы. Например, хлёст руками по спине. Потому что здесь вектор внимания не на том, как правильно делать упражнение. Это не нужно, это инструмент для решения проблем. И сейчас я скажу главное. Хлёст должен делаться свободно, руки как плеть, и в это время думать надо о том, о чём думается. Например, перед экзаменом. Или, например, перед прыжком в воду. Или, например, перед написанием картины. Неважно. Или, например, перед выступлением. Вот, видите? А я стрессустойчивый. Потому что в этот момент, когда у вас что-то случается, вам надо себе сказать, как говорится в народной пословице, на счастье. Чтобы не зацикливаться. И тогда ваша энергия напряжения идёт на решение ваших вопросов. И вы не зависаете. Это первое. А когда вы делаете хлёст руками по спине, у вас снимается нервно-мышечный блок. И улучшается кровообращение мозга. И в каждую клеточку мозга, а там их 15-20 миллиардов клеточек мозга, лучше поступает кислород. И здесь происходит освобождение, снятие нервно-мышечных зажимов. Потом второе упражнение. Шалтай-болтай. Вот эти упражнения покажите и детям, и взрослым, и соседям. Кому хотите. Пожалуйста. Потому что они универсальные. Потому что каждый человек их и сам делает инстинктивно. Просто не обращает на это внимания. А когда вы делаете это осознанно, думая о чём думается, о том, что вас волнует, вы, во-первых, и вопросы свои решаете. Потому что напряжение падает. Во-вторых, блоки снимаете. В-третьих, у вас уверенность растёт. И вы другие задачи тоже решаете легче. И лыжник. Бросаешь руки вниз, пятки поднимаешь. Или бросаешь руки вверх, пятки поднимаешь. Подбираешь. Или в полуон наклоне. Бросаешь, пятки поднимаешь. Бросаешь, пятки поднимаешь. А сам думаешь, о чём думается. И делаешь, как делается. И две свободы соединяются, ментальная и физическая. И возникает разгрузка. И одновременно решение проблем, которые вас волнуют. И одновременно оздоровление. Да, вы молодеете. Но вот теперь главное я скажу. Почему, когда люди читают про эти приёмы, вместо того, чтобы взять их и делать, например, один-два раза в день, например, по одной минуте, или по пять, или по десять минут, а это зависит от времени, сколько вам хочется их делать. Если вам хочется одну минуту делать, делайте одну минуту. Хочется пятнадцать, делайте пятнадцать. Но после этого нужно сесть, не закрывать глаза и не стараться расслабиться, а просто пустить мысль на самотёк. И в этот момент там появляется такое приятное состояние благоденствия, такое состояние безмятежности, такое состояние, как может быть у кого-то, и годами уже не было. Такое состояние, которое можно назвать, образно говоря, отпустил. Это нулевое состояние. Отсюда начинается ваше оздоровление. Вот что я хотел сказать вам. Вот эти приёмы вы можете рекомендовать, показать, сделать. И ребёнку, и соседу. Потому что мы непроизвольны, инстинктивны, и сами всегда и делаем. Дети всегда вот так делают. Просто они на это не обращали внимания, что это целебные действия. Повторяемые движения снимают напряжение. позволяют легче думать и находить решение. Так вот, что я хочу вам сказать. Вот эти действия, вот эти упражнения, как предложил Михаил Зайцев, спасибо ему, можно делать всем. рекомендуйте всем. А весь метод саморегуляции – ключ. Только специалист может преподносить. Потому что только он знает нюансы, и только он знает систему безопасности, чтобы не навредить людям своими неумелыми советами. Я думаю, что я сказал всё понятно. Итак, друзья, будем молодеть, здороветь, и легче решать наши вопросы. Быстрее и лучше. До встречи. Продолжение следует...